Книга «Открытым оком», том 2, тема Крещения, вопрос 634. Отец Михаил Капранов на занятии говорил, что принимать Крещение после того, как много раз исповедовался, причащался, был со Христом, значит совершить грех. Судя по интонации голоса батюшки, наверное, страшный очень. Разнесите, пожалуйста, отвечает Игнатий Тихонович Владкин. Откуда отцу Михаилу знать, что причащался человек и был со Христом равнозначно? Для многих причащение является поводом к болезни и даже к смерти. 1 Коринфянам 11 глава с 27 по 30 стихи. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны. И немало умирает. Макарий Александрийский 19 января видел, что когда тогдашние капрановы причащали свою в кавычках церковную полноту, то есть любого с улицы, а люди благоговейно их приветствовали с причастием тебя. Макарий же видел, что вместо священников стояли эфиопы, черки, и вместо причащения толкали людям в рот уголь. Если бы сегодня у нас открылись глаза на таинственную сторону происходящего в храмах патриархии, то, судя по нашим воплям ужаса, мы поняли бы, что есть страшный грех. Отец Михаил грамотный человек и, можно сказать, по книжке эти слова, в кавычках, был со Христом. Что он что? Видел Христа? Откуда у него эта уверенность в преобольщении людей? Нужно исходить из следующего. Если у невенчанных первое соите есть грех, то с появлением беременности и детей грех не уменьшается, а только увеличивается. Премудро Соломона 4.6. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетелей разврата против родителей при допросе их. Точно так, так же нужно рассуждать и здесь. Если не было троекратного погружения при крещении, тем более не было никакой веры, то таинство не совершилось, поэтому причащение было во грех. И от многоразового причащения грех только увеличивался. Отец Михаил не ссылается на Евангелие, каноны, но выдает себя заведающего, куда он ведет свою паству, не ссылаясь на Слово Божие. Спасибо. 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 Спасибо.